Больше всего мне пихаешься, что ты. Ты, наоборот, хочешь этого момента, чтобы тебя все узнавали. Ты бы хотел для наших сыновей такой же яркой спортивной судьбы. Обязательно нужно побить рекорд Гресский. Как так вышло, что ты вложился именно в женский футбол? После моего контракта в Вашингтоне, последнюю игру, я сыграю за… Живали еще надежды стать олимпийским чемпионом? Готовы? Всем привет! С вами Анастасия Овечкина. И сегодня я беру интервью у выдающегося спортсмена современности и по совместительству своего мужа Александра Овечкина. Привет, Саш. Привет, дорогая. Спасибо, что согласился на это интервью. Знаю, что ты не особо любишь это дело. Поэтому я тебе благодарна. Да, спасибо тебе. Конечно же, ты все знаешь, как я отношусь к интервью, особенно когда мы находимся здесь в России. Но когда ты мне сказал про эту идею и такую возможность, я сразу согласился. Я считаю, что это прикольно, круто и ты знаешь, что когда мы делаем совместные какие-то проекты, это всегда получается очень красиво и всегда весело. Ну, в первую очередь я хочу тебя поздравить. Поздравить всех нас, нашу семью, что мы подписали контракт новый. Можешь немного рассказать про то, как долго договаривались и как это все происходило? Ну, происходило это довольно-таки так, не то что быстро, но встреча у нас была с генеральным менеджером, может быть, от силы встреч 5. Вот. И мы ждали момент, когда будет понятен потолок зарплат, будет понятен вырастет он или не вырастет. Он остался на одном месте. Поэтому мы пришли к этим цифрам и к этому соглашению по срокам контракта. Вот. Я думаю то, что обе стороны довольны и я с нетерпением жду, когда сезон начнется и опять возобновится наш сезон, потому что я знаю, как ты любишь приходить на матчи, а в следующем сезоне, скорее всего, будет стопроцентный... Наконец-то. Да, сто процентов посещаемости. То есть болельщики будут заполнять трибуны и будет та же атмосфера, которая была до пандемии. То есть ты связываешь свою карьеру НХЛ только с клубом Вашингтон Кэпиталс? Да, потому что, ты знаешь, я не люблю менять команды, я не люблю менять... Постоянно. Ну... Это хорошо. Да. Поэтому для меня и, в принципе, для нашей семьи было важно остаться в городе Вашингтоне, в этой команде, потому что я там вырос. Я был с этой командой и на дне турнира, и на таблице, и как чемпион. Поэтому для нас это был очень важный момент. Часто угадываешь, кто победит? Копки Стэнли? Копки Стэнли? Не часто. Не часто, потому что я думал, что в этом году победит, если честно, Вегас после того, как мы проиграли, но там была на голову сильнее всех. Ты считаешь, матчи всех звезд еще нужны или это уже устарело? Я считаю, что это все делается для болельщиков, это шоу. Мы с тобой были неоднократно на матчах всех звезд, а я думаю, что ты получала колоссальное удовольствие в виде всех звезд NHL, играющих в одной команде друг против друга. И я считаю, что это нужно проводить. Но насчет формата и всех конкурсов, которые там проходят, можно чуть подумать. Саш, как ты считаешь, можно ли сказать, что пандемия спасла NHL от локаута? Ты знаешь, если бы не было пандемии, скорее всего, локаут был, потому что мы не могли договориться по поводу цифр, не могли договориться по поводу определенных вещей. Но когда наступила эта пандемия, мы оказались, можно сказать, все в одной лодке и мы пришли к этому соглашению, которое сейчас действует. Понятное дело то, что в некоторых моментах кому-то это не нравится, кому-то не нравится, но самое главное то, что мы играем в хоккей, мы радуем болельщиков и, как говорится, все живы-здоровы. Это самое главное для нас. Если ты ошибаешься на площадке, то может ли кто-то в раздевалке тебе, так скажем, напихать или высказать недовольство к своему? Так вот бывает? Хороший вопрос, но больше всего мне пихает, пихаешь, что ты после игры. Мы сейчас про раздевалку говорим, туда будем пробраться. Да, но в раздевалке, конечно, мы стараемся не доводить до того, что нужно пихать, нужно, наоборот, поддерживать, ничего страшного. На лавке это другое, на лавке ты в игре, у тебя эмоции идут, а в раздевалке ты, наоборот, как бы больше делаешь такой релакс, больше отдыхаешь, больше настраиваешься на следующий период. И там не до этого. В плане постоянного контроля со стороны и прессы, и фанатов, что постоянно все пытаются влезть в нашу жизнь, в твою жизнь. Не тяжело ли это? Как ты с этим живешь? Ну, ты как-то ко всему привыкаешь. Понятное дело то, что когда ты только становишься хоккеистом и идешь на эту вершину, к которой ты хочешь забраться, ты, наоборот, хочешь этого момента, то, чтобы тебя все узнавали, тебя взвали все на интервью, там, съемки в журналах, там, еще что-то. Сейчас, как бы, к этому я отношусь спокойно, я привык к этому вниманию. Я надеюсь, что тоже привыкла к этому вниманию, когда, допустим, мы идем в ресторан или какое-то заведение... Торговый центр. Да, торговый центр, все хотят фотографировать. Но все равно мы по субботам стараемся не ходить торговаться. Да, на самом деле, да. В Америке, в Вашингтоне. Да, но все равно хочется иногда такого, знаешь, уединения, честно, кайфануть с тобой, там, с друзьями, посидеть спокойно, без... Можно фотографию сделать, там, можно автограф. Потому что, когда один человек подходит, он подумает, а почему он подошел, почему я не могу подойти? Ну, да. И вот начинает вот эта цепочка идти. Вот. Но, опять же, я к этому привык. Это моя, одна из задач, которую я должен делать вне хоккея. Потому что болельщики, они... Мы заиграем болельщиков, правильно ведь? Вот. То есть это как часть твоей работы, в любом случае? Ну, не то, что это работа. Ты же знаешь, что, как я отношусь к хоккей, это хобби, мое любимое дело. Работа начнется после хоккея. Ты бы хотел для наших сыновей такой же яркой спортивной судьбы? Ну, мы с тобой на эту тему разговаривали не один раз. Я думаю то, что если они захотят быть спортсменами, мы сделаем все возможное для их будущего, для их роста в спорте. Если они захотят пойти в какую-то другую, в другом направлении, мы сделаем то же самое, как, в принципе, любой другой родитель, который желает своим детям счастья и чтобы у них все было хорошо в будущем. Давай сейчас поговорим про российский хоккей. Ты всегда говорил, что хочешь завершить свою карьеру в родном хоккейном клубе «Динамо Москва». У тебя так же это в планах? Да, конечно. Я считаю то, что после моего контракта в Вашингтоне, в последнюю игру, я сыграю за «Динамо», и после этого я объявил завершение карьеры. Я считаю то, что это будет правильно и для болельщиков, и для всех нас, чтобы все мои родные, близкие, дети, все посмотрели на мою последнюю игру. Почему ты стал реже приезжать на чемпионат мира? Здесь не почему, а из-за чего. После каждого плей-оффа у меня были травмы, которые я понимал, что если я поеду, я не буду выступать на 100%. И поэтому, когда мне звонят из сборной, они говорят, ты готов? Я говорю, я готов, но у меня есть повреждения. И с этим повреждением, скорее всего, я не помогу достичь определенных результатов. Поэтому для чего брать игрока, занимать место игрока, который может быть на 100% здоров и поможет сделать результат, чем брать, допустим, меня с той же травмой. Но не знаю, смогу ли я помочь или не смогу. Поэтому здесь за сборную страны ты должен выходить готовым и отдаваться полностью. Но раньше ты же прилетал со сломой ногой? Да, но это мы узнали только на чемпионате мира. Что у тебя была слома? Да. То есть ты не знал? Я не знал. Да, я не знал, у меня болело. И мы думали, что это чисто ушиб. Мы делали процедуру, было очень больно, я выходил на лед, делали обезболивающее. Но когда мы проиграли, мы сделали снимок, и оказалось, что у меня сломан палец. Но слава богу, что все обошлось, и я ходил в корсете таком, знаешь, недели три, наверное. Но это все. Понятное дело, что если бы я знал, что у меня такая травма... Ты бы не стал, да? Я бы не полетел, потому что очень вероятность того, что если попадет еще раз туда шайба, это будет, нужна будет операция, и это восстановление займет очень долгое время. Как ты считаешь, может ли североамериканский специалист руководить сборной России? Если он сильнее русского специалиста, почему нет? Посмотреть надо на тот же футбол, волейбол. Все, все возможно. Самое главное, чтобы оно не вродило развитию хоккея. А так все может быть. Клубы КХЛ сейчас переходят на маленькую площадку. Это что-то даст российскому хоккею? И правильно делать, потому что сейчас хоккей развивается, хоккей становится быстрее. И если ты играешь на маленьких площадках и переходишь на большую площадку, тебе нужно время. И то же самое наоборот. Тебе нужно время, чтобы привыкнуть. Вот. И допустим, когда я приезжаю тоже в сборную России на чемпионаты мира, на другие какие-то турниры, мне нужно время, чтобы адаптироваться к этим размерам. Потому что ты играешь 82 игры плюс плей-офф. У тебя получается со 100 игр ты играешь на одной площадке. И, понятное дело, когда ты приезжаешь на другой размер площадки, это другая тактика. Это совсем разные углы для бросков. То есть тебе нужно привыкнуть к этому. Вот. И поэтому я считаю, что это правильное решение, правильный шаг. И я думаю, что нужно с детского возраста к этому идти. Представь себе, что производители перестали выпускать желтые шнурки. На какие шнурки ты придешь? Ты знаешь, я меняю шнурки перед каждой игрой. Вот. И, соответственно, представь, 82 игры плюс плей-офф, мало ли там шнурок порвался, нужно менять. То есть, соответственно, около 100 шнурков я меняю за сезон. Угу. Но это, получается, где-то коробки три. Даже если они прекратят свое существование, они поменяют на другой цвет или еще что-то, у меня все равно большая коробка стоит в Вашингтоне. Если мы уберем желтый и нет наших запасов. Я помню то, что я один раз одевал красные шнурки. Кстати, ни у кого нет, да, красных? Красных нет. Только у детей. Всем интересно знать, как так вышло, что ты вложился именно в женский футбол. Так как я люблю футбол, так как я фанат футбола, мы подумали, с тобой же это все происходило. Почему бы и нет? Ты приходишь, болеешь за местную команду. Ты знаешь, что в Вашингтоне я болею за все местные команды, и я большой фанат и Вашингтон Рэскинс, и бейсбола, то есть баскетбола, то есть все. И стать одним из учредителей этого клуба, почему нет? Это, я считаю, прикольно. Это, я считаю, так, знаешь, не то что пафосно, я не знаю, как это лучше сказать, а я вот владелец футбольной команды. Вот, ты помогаешь развиваться, то же самое, как и в детский хоккей, да, ты помогаешь развиваться местным командам, вот. Я считаю, что это хороший, правильный шаг с нашей стороны. Ты сказал про свою школу. Расскажи, пожалуйста, это будет только школа или вы планируете более масштабно? Это будет, это будет масштабный проект. Это будет школа имени Александра Вичкина. Это, так говорится, оверскул. Там будет два льда, две маленькие подкатки. Понятно делается, что первые года три мы возьмем несколько возрастов и будем потихонечку получать опыт и получать те знания, которые нам понадобятся в будущем. Будем вести три или четыре года первое время. Вот, а потом мы уже соберем полностью команду. У нас будет школа, у нас будет медицинская часть тоже. У меня есть в планах это все объединить российскими клубами, канадскими, американскими и европейскими. То есть школу такую сделать интернационально. И когда у нас будет свой лед, когда у нас будет где разместить всех спортсменов, всех атлетов, которые будут приезжать из других стран, это будет один из лучших. Все захотят туда попасть. И это будет очень престижный турнир. Саша. Да. Как ты считаешь, тебя часто обманывают? Ты знаешь, раньше были моменты, когда меня обманывали, когда меня подводили. Вот. Но сейчас, как ты знаешь, у меня свой круг друзей, свой круг общения, с которыми мне комфортно, мне легко. Мы постоянно всегда все вместе общаемся. И я на 100% в этих ребятах уверен. И те люди, которые меня подводили и которые меня обманывали, я с ними больше не общаюсь и не хочу о них ничего слышать. То есть я считаю то, что если ты дружишь и доверяешь человеку, и ты его подводишь, то он тебя подведет. Если я подвел один раз, подведет и второй раз. Угадал ли ты будущего победителя футбольного Евро? Это было при тебе, кстати. Мы отдыхали большой дружной компанией и гадали, думали, кто выиграет чемпионат Европы. Ну и вы между собой ставили эти, ну, ставки просто как такие. Да. Вот. И кто-то сказал Италию, кто-то сказал там Нидерланды. Я был уверен, что мне очень нравилось, как играет Франция и Бельгия. Я был почему-то уверен, что выиграет Бельгия. Вот. Но когда Бельгия упустила свой шанс выиграть Евро, мы все болели за одну команду, за Италию. Саша, расскажи, пожалуйста, о своей коллекции клюшек, которые у нас хранятся дома. Везде. Скажи, пожалуйста, ты помнишь, какая из этих клюшек была первой? Да, я помню, конечно, когда у меня появилась первая клюшка, потому что это была клюшка одного из самых моих любимых игроков, Марио Лемье. Мы играли против Питтсбурга на выезде. Вот. И он передал эту клюшку через Тащитич Коньков. И на следующий день, когда мы прилетели в Вашингтон, мне эту клюшку он поручил. Вот. С автографом все, Марио Лемья. Вот. И так постепенно после каждой игры, если мы играем против каких-то звезд, то мы просто обмениваемся клюшками. И после этого, когда у меня уже было очень много клюшек с автографом, я начал клиционировать свои клюшки. То есть вот это твои, да? Да, это все мои клюшки. Если вот взять, допустим, вот эту клюшку, здесь написано, что 50-й гол, когда я забил. Потом я обошел Брэндон Шиннах на 13-ом All-Optime 657 гол. Скажи мне, а был ли игрок, чей клюшку было сложнее всего получить? Да, был несколько лет назад. Это был Конор Макдейд, потому что ему было запрещено передавать клюшки. По контракту? Ну, Эдмонтон так сделал, да. Но я попросил для меня. Ты очень попросил. Да, мне не отказали, да. И получил у меня есть первая клюшка, да. То есть сейчас эта коллекция хранится здесь у нас дома. В будущем, насколько я понимаю, ты хочешь ее поместить у себя в музее, да? Да, конечно. Расскажи, пожалуйста, что еще будет в этом музее? В музее будут клюшки, майканьки, перчатки, картины, майки, то есть… Но будет, получается, как твои, так и других, да, игроков? Конечно, да, 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 да. То есть и для болельщиков, которые, в принципе, болеют за НХЛ в России, для них будет такая возможность прийти и посмотреть, да. Как проходит твоя подготовка к сезону? Когда она начинается и сколько у тебя вообще тренировок в день? Первые, наверное, недели две у нас одноразовые тренировки, чисто прийти в себя, пропотеть, побегать. Вот, и после каждой недели у нас добавляется… Усиливается, да, нагрузка? Ну, добавляются тренировки, да, у нас там, наверное, было две, наверное, три бывают тренировки, если у нас лед есть. Вот, а так сейчас у нас уже чисто три тренировки идут, которые лед, земля и потом беговые тренировки. Вечером уже? Вечернем, да. И когда ты отдыхаешь, успеваешь ли ты? Ну, после второй тренировки приезжаешь, покушал, поспал, проснулся, пошел побегать на треть тренировку, и потом вечером ты свободен. Уделить нам время? Ну да. Да. Выставили видео в интернете, где ты очень бурно отреагировал на ошибку Ильи Самсонова. И как вообще вы сгладили эту ситуацию? Обиделся ли он или ты извинился вообще за это? Ну, я подошел, подошел сразу же в раздевалке, сказал то, что там, давай, без обид, без… Ну, понятное дело, столько эмоций, там, мы проиграли в овертайме. Такая маленькая ошибка, которую… Ну, я был чуть разочарован, да, расстроен, вот. Но это сразу же все проходит, мы даже и не вспоминали этот момент больше. Я, конечно, не могу не спросить про 2018 год, когда мы выиграли Кобок Стэнли. Расскажи, пожалуйста, свои эмоции. От тебя я могу сказать, что это было что-то невероятное. Я до сих пор, если честно, не могу понять, как, будучи беременна на седьмом месяце, я это все пережила. Ты знаешь, у меня как будто стерлась память, потому что я был такой счастливый, такой довольный. То, что сколько мы к этому шли, все, если просто все взять, семья, команда, ребята, с кем я играл с, по-моему, первого года. И каждый раз было какое-то разочарование, мы терпели какие-то неудачи. И, если ты помнишь, там мы проигрывали 0-2 Коламбусу. То есть мы, в принципе, думали, ну, скорее всего. Это первый круг. Это был первый круг. Когда вот последние минуты, секунды оставались, да, до окончательного свистка, я смотрел на вас, я смотрел, я там, кому только не молился. Побыстрее все это закончилось. Пожалуйста. Мы выиграли то, что мы добились этой цели. Конечно, это самое такое тяжелое и самое радостное событие в моей хоккейной карьере. Вашингтоне. Помнишь этот парад, который устроили в честь победы в Вашингтоне? Это было просто что-то невероятное. Сколько было? Какое количество пришло? Ну, по-моему, 700 тысяч. Просто на главной улице Америки, на Константюшен, просто вдоль всей дороги стоял, ну, какое-то нереальное количество. Представляешь, каждый раз ты едешь на игру и ты вспоминаешь эти моменты. Конечно, конечно. Какой кайф. А кто для тебя лучший центр? Ну, назови топ-3. Понятно, делают это Сергей Федоров, Бэкстром и Кузя. Ну, я с ними просто играл, знаю то, на что они способны. Думаю, что это три самых таких сильных центра. Сейчас очень много разговоров в последнее время про рекорд Грецкий, который ты можешь побить. Не давят ли тебе эти разговоры на психику? Ну, не то, что не давят. Я уже к этому, можно сказать, привык последние несколько лет. После того, как я забрел 600 голов, можно сказать, каждый гол идет подсчет. И каждый раз, каждое интервью меня спрашивают про этот рекорд. Вот. Ну, это, можно сказать, так, знаешь, подсчетно, что тебя сравнивают с таким великим игроком. Да, но загадывать настолько вперед, это нет смысла. Никто не знает, что может произойти, да. Можно просто наслаждаться. Можно просто наслаждаться этим моментом, игрой и делать свою работу. А жива ли у тебя еще надежда стать олимпийским чемпионом? Ну, конечно. Это одна из самых главных моих целей. Не только на сегодняшнем лет, но и всегда у меня была. А ты следишь вообще за КХЛ? И как ты считаешь, развивается лига? Конечно, я слежу. Я болею за «Динамо». Вот. Я вижу то, как лига не стоит на месте. Они пытаются внедрить что-то новенькое, да. И я только рад за лигу, за болельщиков. То, что есть определенная команда, количество команд, которые всегда борются за трофей. И они отменяются. То есть, лига не стоит на месте. Ранее ты уже упомянул Сергея Федорова. Что ты считаешь по поводу его назначения главным тренером ЦСКА? Мы с ним созванивались после того, как его назначили. Я пожелаю ему удачи. Я думаю, тот опыт, который у него есть за плечами, как игрока, как генерал-менеджера, скажется на игре. Что здесь говорить? Один из величайших игроков. Тренирует команду, которая ставит перед собой самые высокие задачи. Я думаю, что все игроки получат удовольствие от работы с ним. Я желаю такому удачи. А ты считаешь, в дальнейшем он смог бы быть тренером НХЛ? Ну, я думаю, как у него опыт игры здесь он НХЛ. Я думаю, что он спокойно мог достать. Можешь немного рассказать про свое детство? В каком возрасте ты начал заниматься хоккеем? И почему вообще выбор пал на хоккей? Ну, вообще, у меня очень спортивная семья. Все занимались спортом. Мама у меня вообще двухкратная олимпийская чемпионка. Отец занимался футболом в «Динамо». Брат занимался борьбой. Мишанин занимался водным полом. Сразу быстро закончил. А так получилось, что много историй разных. Знаешь, кто-то говорил, что я посмотрел телевизор, у меня сразу открылся рот, и я сразу попросился на хоккей. И кто-то говорил, что просто привели на динамовскую школу детско-спортивную и начали заниматься потихонечку. Как я помню себя в то время. Я всегда любил хоккей. Греял тренировками, клюшки, шайбы. То же самое, как сейчас Сережа. И каждый момент я пытался играть в хоккей дома, на улице, в подъездах. То есть я такой больной человек на хоккей. Ты считаешь, у тебя есть звездная болезнь? Ты знаешь, она у меня, скорее всего, была в 16-летнем возрасте. Я сейчас уже это не помню. Но у меня был такой момент, когда я попал в команду мастеров. Я из первой команды уходил в вторую команду. И когда я возвращался в команду Динамо 2. То есть я такой, знаешь, был звездный. То, что я сейчас в первой команде. Вы там еще ни разу не были. И появился такой момент, что мои родители, которые всегда за мной следят, следили, увидели это. Со мной поговорили. Дали втык. И, в принципе, эта звездная болезнь у меня ушла на нет. То есть я понимал то, что от этого ничего хорошего, в этом ничего хорошего нет. И нужно оставаться с тем, как это есть. Скажи мне, а ты помнишь тот момент, когда к тебе пришла вот эта слава? То есть когда к тебе начали подходить, просить автограф и сфотографироваться. Ты помнишь, какой это был возраст? Ну, это было, наверное, лет 16, когда я только попал в первую команду Динамо. После игр. Болельщики у нас стояли и ждали около автобуса. И просили сфотографироваться, спросили автограф. Конечно. Но я чувствовал себя таким, знаешь, королем. То, что мне 16 лет, ко мне уже подходят фотографироваться, берут автографы, берут интервью. Там выпускают хоккейные карточки маленькие, знаешь. То есть, ну, представляешь, для меня, когда я собирал хоккейные карточки, сейчас в магазине можно купить Александра Овечкина свой собственный. То есть, ну, это такой был важный момент. Это был такой, знаешь, волнительный момент для меня. То есть гордость такая, знаешь. Особенно, когда ты после игры выходишь, там родители стоят с собой разговаривать, там подходят люди, фанаты. Ты знаешь, я стараюсь давать автографы всегда. Но есть такие моменты, когда ты приезжаешь на тренировочную арену нашу, где мы тренируемся, слышно, у Capitals, там стоят одни и те же люди. Понятное дело, что они эти автографы берут не для себя, а на продажу. Вот. И здесь ты как бы стараешься этим людям отказывать. Вот. Но сейчас у нас с этим COVID, да, мы не можем ни с кем контактировать, с болельщиками и, ну, на стадионе, да. Скажи, пожалуйста, как вообще так получилось, что в центре Вашингтона, в музее Мадам Тюссо, среди экспонатов политиков, президентов, голливудских актеров, стоит восковая фигура Александра Овечкина. После чего вообще? Как это произошло? Расскажи, пожалуйста. Ты знаешь, это произошло, по-моему, в девятом или десятом году. Тогда я выиграл очень много индивидуальных призов. Меня брали, знаешь, так, слепок ноги, руки, там, лазером у меня... А долго это все было? Ну, минут, наверное, сорок. Минут сорок, да. А у меня еще, если посмотреть сейчас, как это выглядит, у меня вообще был маленький фингал, они с фингалом это все сделали, представляешь? То есть там нарисован даже? Да, да. Надо сходить еще раз вместе, потому что я была отдельно. Когда ты выходишь на лед, что для тебя главное? Победа или чтобы была крутая игра? Ну, понятное дело, то, что, как для любого спортсмена, победа это самое главное. Победа. Да. Вот. Но, ты знаешь, иногда, даже когда вот после игры я к тебе прихожу по Family Launch, да, я говорю, блин, даже если мы проиграли, очень не была интересная игра. Да, жалко то, что проиграли, но нокаут страстей, эмоции. Вот этот адреналин он всегда зашкаливал, и вот, если бы побольше таких игр было, и мы побежали бы, то это было бы... Ну, это идеально. Да. Скажи мне, тебе важно, когда на стадионе во время игры сидят твои близкие, то есть твоя семья? Ну, конечно. Это... Ты как-то это чувствуешь эмоционально? Или ты выходишь на лед, и все, и ты забываешь все, что вокруг? Я стараюсь на вас смотреть, я стараюсь видеть вашу реакцию, как вы себя чувствуете, нравится ли вам моя игра или не нравится. То есть ты по мне сразу видишь? Ну, конечно. Травится ли мне как-то играешь? Ну, конечно. 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 Когда, допустим, родители тоже прилетали, да, я постоянно смотрел, где отец, где мама находится, то есть, ну, где Мишанин, то есть это для меня такой важный момент. Но мама у тебя на всех играх всегда сидела отдельно, да? То есть она полностью концентрировалась? У нее такой ритуал, да. Скажи, пожалуйста, а тебе вообще снится хоккей? Такой вот интересный вопрос. Я никогда просто тебя не спрашивала. Ну, он снится тогда, когда проходит уже определенное количество недель, месяцев без тренировок. И когда ты только начинаешь постепенно набирать форму, у тебя… Когда ты уже скучаешь, да, по льду? Да, то есть ты уже устал работать на земле, ты хочешь выйти на лед, поиграть в хоккей. Я подготовила тебе два конверта. В одном конверте вопросы от фанатов. Они такие в юмористической форме. И мой личный вопрос. Какой конверт ты выберешь? Давай, чтобы никого не обижать, мы ответим на все вопросы. С кем из супергероев себя сравним бы и почему? Ну, может быть, Халк. Почему Халк? Ну да. Потому что он сильный. Зеленый, большой. Зеленый, большой. Ну, примерно так, я думаю. И добрый. И добрый, смотри, да. Дети зовут смотреть с ними мультики. Какой включишь? Ну, конечно, «Кошечки собачки». Потому что… Любимый мультик. Любимый мультик нашего сына. Поэтому… Но мы с тобой тоже любим мультики. Да, да. Какой твой любимый? Вот твой любимый какой мультик? Когда на гитаре, помнишь, он играл какой-нибудь? «Тайный Коко». «Тайный Коко», да. И потом еще «Душа». «Душа» мы последний смотрели, да, по-моему? Да, «Душа». Ну, он смог. Мы, по-моему, все пересмотрели. Ну, мы все, да. Ну, вот из последних таких. А, есть ли из советских? Ну, погоди, конечно. Ну, погоди. Да. Вы играли в приставку против Вейнгрецки. Он в порядке? Он в порядке, но я не знаю, знают ли телезрители то, что и кто следил за матчем, у нас было противостояние 2 на 2. То есть мы не один на один играем. А с кем ты играешь? Он играл со своим сыном, а я играл с каким-то профессиональным геймером. Я не помню, как выиграл. Вот. Но сначала он одну игру выбрал, по-моему. У нас, короче, ничья была. То есть это был как такой благотворительный матч, да? Это был, да, благотворительный матч. Все средства, которые мы собрали, мы отправляли на помощь. Удачи всем. Помните, и деткам там был. С каким певцом или певицей записали бы фит? Ну, певец, я думаю, ты знаешь, что исполнитель. Эминь. Эминь. Да. Певица. Певица. Угу. Так. Ну, ты у меня хорошо поешь, поэтому я бы с тобой записал. Прекрасный ответ. Ричард… Кстати, можно попробовать. У меня тоже есть опыт. Ричард Брэнсон зовет вас полететь в космос. Так. Ваши действия? Полечу, конечно. Серьезно? Да, ну, слушай, раньше в детстве все мечтали быть космонавтом и полететь в космос. Я считаю то, что… Ты не считаешь, что это опасно? Ну, ты же проходишь какой-то… период подготовки. А ты бы полетела? Угу. Там, что, знаешь, может как-то повлиять на здоровье, или там… Я боюсь. То же самое я не хочу, у меня нет… Когда не было желания прыгнуть с парашютом, знаешь, вот это… У меня есть. Есть, да? Угу. Ну, пока… Я боюсь. Пока нет. Пока тоже стремаюсь. Стремаюсь. Да. Те, потому что нельзя по контракту. Ну, да, пока да. Как и лыжи, тебе нельзя… Да, лыжи, да, вот это все. А что еще тебе нельзя по контракту закончиться… Ты бы первым делал? Горная лыжа. На лыжи хочешь? Вообще. Именно лыжи или сноутборд? И то, и другое. Мы первым делом поедем. Ну, я посмотрела бы. Да? Ну, конечно. А, слушай, у нас, в принципе, одинаковые. У нас же столько… Нет, я думаю, что там… Тяжело будет? Угу. Ну, попробуй. Ну, на водных ты пробовал? На водных я лучший. У меня есть видео-подтверждение. Может быть, мы, кстати, вставим кусочек. Там катер меня не мог вытащить. Да, да. Был бы мощный катер, я бы спокойным стал. И у нас остается последний вопрос. Мой личный вопрос. Александр. Да? Считаете ли вы себя счастливым человеком? Ну, я не думаю, что я себя считаю. Я счастливый человек. У меня прекрасная семья в лице очаровательной супруги. У нас замечательные дети. Все наши родственники, родные, друзья, все живы-здоровы. Я занимаюсь любимым своим делом. Поэтому я считаю, что я счастливый человек. А ты себя считаешь счастливой? Это мое интервью. Я считаю себя счастливой. Потому что, в принципе, согласна с каждым твоим словом. Все рядом, все здоровы. У нас прекрасные детки. И я надеюсь, что все будет так. Будут детки расти, будет больше деток. Да? Так что я считаю себя счастливым человеком. Спасибо тебе огромное за это интервью. Я надеюсь, ты был честен с нами. Всем пока-пока. До скорых встреч. Всем пока. Надеюсь, всем понравилось. Как есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok